МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня четверг, и традиционно в это время у нас на телеканале происходит прямой эфир. Мы и сейчас в прямом эфире, но он не совсем традиционный. Как видите, я и мои гости в необычных головных уборах. Мы сейчас объясним, почему мы это сделали. Мы сегодня хотим говорить о многоконфессиональной, о многонациональной нашей стране в преддверии Дня Народного Единства. Я хочу представить вам наших гостей. Это Феликс Жемалиев, руководитель Ленинского районного отделения региональной общественной организации Татарский национальный центр Московской области. И Станислав Радченко, атаман Витновского станичного казачьего общества. Ну, я снимаю первое, свой головной убор. Почему я сегодня в украинском веночке? Ну, потому что во мне очень много национальностей намешано, в том числе есть и украинская кровь. Но передо мной есть еще и русские народные головные уборы. Вот смотрите, как они выглядят. И это не шляпа викинга, это настоящий, аутентичный прибор замужней женщины Рязанской губернии. У меня есть и другие женские головные уборы, как для повязки для женщин, для девушек, для женщин незамужних. Так вот тоже такие вот капоры. Все они когда-то были модные, женщины в них ходили, и это были женщины русские. А вот мы переходим к мужчинам уже как бы другой национальности. Что у вас? У меня на голове традиционная национальная тюбетейка татарская, которая расписывалась для бисером в основном, для мероприятий, для праздников, то есть не для повседневной жизни. Но и существовали такого же типа без росписи для повседневной носки. Поэтому вот наша татарская тюбетейка. И также вот я вижу пояс. Ну и праздничный пояс, да. Это как бы элементы костюма национального. Поэтому сегодня начало праздника, День народного единства уже начинается, раз мы об этом говорим и мы об этом всегда помним. Поэтому сегодня мы пришли вот такими... Обсудить эту тему и напомнить о празднике Станислав. Да, ну... И вы, да. У меня головной убор, так сказать, повседневного ношения. Называется он кубанка, потому что пошел от кубанских казаков. Носили в основном кубанское казачье войско и терское казачье войско. Из овчины, собственно, в помещении немножко жарковато будет его носить. Но повседневный, так сказать, головной убор. Если с кокардой, то можно носить, в общем, под форму. Ну вот смотрите, дорогие телезрители, нас всего здесь трое. Вот мы уже представили разные вехи национальностей в нашей стране. А в стране-то 146 миллионов людей. Представляете, как много национальностей в общем. И тем не менее нам этим праздником, который завтра будет отмечаться, напоминает, что все мы единая, одна большая семья. Об этом я хотела спросить вот у Феликса. Как вы, второй по многочисленности народ в России, понимаете праздник, который мы завтра будем отмечать? Ну вы знаете, 193 национальности, которые присутствуют в Российской Федерации, они все как-то вот близки. У нас разные конфессии, то есть мы разные, по сути, на разных языках разговариваем, но все равно у нас есть какие-то общие объединяющие обычаи, потому что это же все складывалось исторически, передавалось. И тут произошла наверняка ассимиляция, поэтому в этом плане. Нам Карамзин говорил, если потереть любого русского, то обязательно там найдете Татарина. Нет, ну Татарин как таковой, здесь же тоже спорят, и разные диалекты, вплоть до разных языков. Вот получается то, что Татары есть как крымские, пензенские, астраханские, нижегородские, тобольские сибирские татары, казанские, поволжские татары. То есть у нас, даже у татар, вот разные диалекты, и иногда, когда человек быстро говорит, ты его не сразу понимаешь, то есть существуют слова, которые заимствованы у соседнего народа. Если нижегородцы, пензенцы, они, допустим, граничат с мордвой, татары казанские, они граничат с удмортами, с чувашами, с морицами, и происходит смешение языков и смешение культур. И мы, соответственно, понимаем то, что мы соседа начинаем понимать. И всегда все жили в одной, ходили в одной упряжке в поле. То есть вот с этого и начиналось, а в поле поработал, и, соответственно, уже вместе отдохнул. И это вот, для меня это тоже самое, это вот продолжение. Станислав, но казаки же тоже разные, с разных мест. Да, это тоже такая многовековая история, и очень часто сегодня можно от некоторых граждан услышать, мол, казаки, откуда вы взялись в Москве, в Московской области, живем мы здесь. И, естественно, каждый казак знает свой род, свою родословную, откуда берется начало его семья. Мои корни кубанские, и отец оттуда, собственно говоря, и дед, и прадед. Вот, более того, значит, все-таки правильно сказал мой коллега, и ассимиляция присутствует. И во время войн многочисленных, да, которые велись на территории российского государства, вот в частности, например, мой прапрапрадед Данила, да, по заверениям моей прабабушки, значит, привез турчанку с русско-турецкой войны. То есть здесь еще и какие-то корни, возможно, и турецкие могут обнаружиться. Опять-таки, подтверждаю его слова, Феликс правильно говорит, что у нас произошло смешение, ассимиляция. Мы живем на одной земле, работаем на ней, воспитываем детей. И, собственно, я уверен, что и наши дети должны точно так же. И учим одному и тому же. Абсолютно верно. И живем дружно. И живем дружно. Да, конечно. Мы начали наш эфир с презентации головных уборов, а я хотела бы сейчас продолжить уже презентацию наших гостей, чтобы вы немножко побольше о них узнали. И, Феликс, если вы позволите, я предложу нашим телезрителям репортаж с открытия Татарского национального центра «Видном». Ух ты! Давайте посмотрим. Ух ты! Вот это все, мне кажется, присутствует только в татарской песне. Все участники большого концерта, гости московские, приехали в Ленинский район по случаю открытия местной татарской автономии. День называют не иначе, как праздник. И культуру своих корней несут не только в песни и танцы. Различить татар на мероприятии проще простого. Ведущая, Асимбель Белалова, рассказывает о платье в характерных национальных мотивах. Конечно же, в древности татарские женщины не носили платье в обтяжку. И мы все равно стараемся, чтобы это все-таки были длинные платья. Это в первую очередь цветочные орнаменты. Они, конечно же, в большей степени обычно вышиваются. А сегодня вот это в виде кружева на мне присутствует. И, конечно, калфак. Древний женский татарский головной убор. И издревле же, с 16 века, татары в составе московского государства. Их культура кажется знакома с детства любому русскому. Вот хотя бы главе администрации нашего района. Как будто бы я впал в детство. Потому что моей первой няней была татарочка. Я жил тогда на Урале. И вот эти звуки татарского языка, они все-таки мне дороги, близки. Вторая по численности нации после русских теперь со своей автономией. И в Ленинском районе сами татары подчеркивают, что некая соборность присуща их характеру. Так случилось, что татары живут дисперсно не только на территории Российской Федерации, но и всего мира. Я многие годы занимался вот этой проблемой. А теперь, по-моему, только не было у нас татар в Антарктиде. И то факт не проверенный. Татарскому центру уже выделено помещение по адресу ПЛК-14, где и будет базироваться местная автономия. Татьяна Кременецкая, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Замечательный репортаж. Мне интересно, это происходило в начале года. Как развивается центр сегодня? Что произошло за это время? Ну, за это время мы пополняем библиотеку в нашем культурном центре. Появляются новые люди, новые личности, которые кто-то приходит за помощью, кто-то приходит, предлагая свою помощь, кто-то приходит просто почитать. Ну, и, соответственно, у нас еще сейчас открыты курсы татарского языка, и это дистанционные курсы, и мы даем направление. Люди бесплатно едут, ездят, и не только ездят, и по интернету. То есть современные виды связи используем полностью для сохранения национального языка, национальной культуры. И как бы проводим и участвуем в разных областных мероприятиях. Ну, это очень хорошо, что остаются люди, которые не хотят потерять связь с своей кровной национальностью, знать язык. Вот сегодня нам рассказали о национальных костюмах. Это, мне кажется, не каждый татарин даже знает. Я права? Ну, да. Взять даже меня лет 20 назад, у человека, который вырос на родном языке, вырос на татарской земле, был в окружении татар и знал. То есть, ну, как-то, наверное, не очень важно было в силу молодости. Не интересовались, наверное. Не интересовался, да. А сейчас, вот с прошедшим лет, становится все интереснее, и все-таки гордишься, когда вот кто-то из людей твоей национальности чего-то добивается в жизни, и поэтому... Я хотела бы сказать нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете присоединяться к нашему разговору, звонить. Мы выведем ваши звонки в прямой эфир, обязательно их послушаем. Может быть, вы хотите просто пожелать всем жителям Ленинского района какие-то приятные слова в накануне Дня народного единства. Ну, а мы продолжим нашу презентацию. Сейчас уже мы переходим к Станиславу. Станислав, о вас мы снимаем очень много репортажей. Это приятно. Выбрали мы сюжет, который был с десятилетия вашего общества. Давайте посмотрим. Казаки – это не сословие, не народность, это состояние души. Они всегда работали на земле и держали оружие на готове, чтобы в любую минуту можно было постоять за родину. Видновское станичное казачье общество начало возрождаться с 2006 года. Традиционный весенний праздник нынешнего года приурочен уже к десятилетнему юбилею. В рамках мероприятия состоялся большой отчетно-перевыборный казачий круг, где на открытом голосовании казаки избрали нового атамана. Выбор – это такой обряд достаточно специфический. В нем участвуют только казаки, члены нашего общества. Соответственно, у нас тоже здесь некое подобие из казачьей демократии. Все могут высказаться, предложить свою кандидатуру. И так, как сегодня случилось с Божьей помощью, что мне доверили нести это знамя нашего общества на два года вперед. Как и в прошлом году, праздник собрал большое количество людей. Приехавших не только весело провести время, но и познакомиться с бытом, обычаями и жизненным укладом казаков. Особой популярностью у детей и взрослых пользовался мастер-класс по метанию ножей и выставка оружия и ретроавтомобили времен Великой Отечественной войны. Все интересно, это очень даже. Это вот надо развивать, это мероприятие. По традиции на празднике состоялся обряд посвящения в казаки. Любу казаку! Любу! Казачьему роду! Казачьему роду! Ступинское городское казачье общество и клуб боевого искусства кавалерии демонстрировали гостям праздника мастерство кавалерийской подготовки. Сложные трюки, великолепно исполненные элементы джигитовки, рубка шашкой лозы и бутылок на скаку из земли – все это действительно завораживало абсолютно всех присутствующих. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Витное ТВ. Что на празднике, на открытии татарского центра, что на ваших праздниках всегда очень много народу. У вас же не только казаки к вам приходят. И люди с удовольствием посещают эти мероприятия. И, как мы слышали, говорят, надо развивать это, делайте это еще больше и чаще. Что ответим мы им? Собственно, этим мы и занимаемся. Поставили перед собой такую задачу. Общество раньше было не очень многочисленным. Все-таки с 2006 года мы немножко заматерели. Есть большой состав активных, неравнодушных граждан, которые образовали добровольную народную дружину казачью. И сейчас осуществляют патрулирование, в том числе и поселений, и города Видное. Помогают пожарные охране, безопасность осуществляют. Причем разъезды осуществляются на лошадях в летний период по лесным массивам вокруг Видного. Открыли секцию детскую, где могут дети бесплатно совершенно по выходным заниматься верховой ездой, обучаться. Собственно, вот вы ферму видели. На этой ферме у нас поголовье есть лошадей. Казаки могут заниматься тоже частенько. Там занимаются верховой ездой. Также есть физическая подготовка. С собственными силами мы арендовали спортзал во дворце спорта Видное. Там у нас и рукопашный бой, и друг друга как раз лишний раз вспомнить. Можно друг другу какие-то обиды, надев перчатки. То есть, такой достаточно процесс активный идет. Молодежь достаточно серьезно подключается. Людям нравится. Я стараюсь не разделять людей. Казак, не казак. Каждый, кто к нам пришел, он может себе найти занятие по душе, по удовольствию. Кто-то занимается с лошадьми. Не хотите с лошадьми, занимайтесь с детьми. То есть, живем такой, надо сказать, общиной. Да. Феликс, а в татарском центре ждут других национальностей людей? Вы знаете, мы не строим свою работу чисто по национальному признаку. Мы строим свою работу по признаку, либо татарин ты этнический, либо ты жил, работал, либо ты просто, как сказать, сочувствующий, наверное, татарам и всем. То есть, у нас тоже нет такого разделения, татарин ты не татарин. Ну, можно же быть, допустим, смешанные браки, муж татарин, жена русская. Жена русская хочет узнать что-то о культуре своего супруга. Такое возможно, да? Да, конечно, у меня даже жену Дарья зовут. Я тоже живу в смешанном браке. И не говорю, к сожалению, нет, абсолютно спокойно. То есть, мы живем, и у нас дети многонациональные, они учат и ту культуру, и эту культуру. И я являюсь мусульманином, супруга православная. Как мы уже отмечали не раз, что всем хватает места в нашей стране. Всем хватает места. Ну, завтра уже мы отмечаем День народного единства. Праздник это достаточно молодой. Ему только 11 лет, в 2005 году мы начали его отмечать. И если раньше люди даже не знали название этого праздника, было такое, мы перешли со дня Великой социалистической революции к нему, то сейчас уже, я так думаю, что не найдется таких людей, которые не скажут название. Мало того, его отмечать начинают задолго до его номинального дня, до 4 ноября. Вот в школах, наверное, за неделю и более рассказывают детям о нашей стране, об этом празднике. Проходят открытые уроки. А вот в Развилковской школе даже подготовили настоящее театральное представление. Давайте посмотрим все вместе. Вместо деревянных парт мягкие кресла, вместо школьного звонка театральный, вместо доски имела сцена и экран. Так начался урок, посвященный Дню народного единства в Развилковской средней школе. Учрежден этот праздник, ребята, в памяти события, которое спасло русский народ от гибели, спасло русское государство от иноземных захватчиков. После короткого вступления все внимание зрителей, учеников средних классов, на сцену. Автор сценария и режиссер, преподаватель истории и естествознания, классный руководитель 6-го Б-класса Ирина Геша считает, что подобная подача материала позволит ученикам лучше его усвоить. Как показывают социологические опросы, что этот праздник достаточно молодой, и поэтому многие жители России даже не имеют представления о том, каким событием посвящен и какой героической историей мы вообще с вами обладаем. Поэтому вот для среднего звена мы решили восполнить этот пробел. На сцене народное ополчение под предводительством нижегородского воеводы Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского отправляется в поход против иноземных захватчиков. Актеры – ученики 6-го Б-класса. В путь, славные воины земли русской, Надо бы нам очистить московское царство от врагов, Восстановить порядок и мир на Руси. Успешный штурм Китай-города, Подписание капитуляции командованием польской армии. Финальная песня под аплодисменты зрителей. Месяц репетиций, нервов и сомнений позади. Мне очень понравилось, как мы выступили. Я думаю, что мы очень хорошо выступили, Хотя я видела только это с краю. В целом мы молодцы. Стоит думать, удовольствие получили и зрители. Тем более, что ни писать, ни зубрить ничего не надо. Домашнее задание чисто символичное. Не забудьте только братьям и сестрам, Но и своим мамам и папам, бабушкам и дедушкам Сказать, что когда мы едины, мы все вместе. Их мы едины. Ученики отправились на каникулы. Именно поэтому, кстати, в школе День народного единства Отметили немного раньше. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ Широко отмечается этот праздник и в нашем Ленинском районе. И я знаю, что в том году вы принимали непосредственное участие. Феликс, вот я хочу, чтобы вы поделились воспоминаниями, Как это проходило. Ну, да весело это проходило. Мы ходили друг к другу в гости. Обменивались культурой. Я ходил в Папахе. Стас ходил в Тюбетейке. Да, у нас где-то и фотографии есть. Угощались татарскими национальными пирожками. Кулешом. Мед, кулеш. Мы очень весело. Да, соседи Мар-2, азербайджанцы. Ну, как бы нам было весело. А завтра тоже состоится празднование в кинотеатре «Искра». Стас, скажите, ваша общественная организация примет в ней участие? Обязательно. Ну, тогда раскрывайте карты. Приглашайте жителей. Да, приглашаем всех жителей. Завтра возле кинотеатра «Искра». Собственно, будет и Феликс вместе со своими братьями и сестрами. Будем и мы, казаки. Мы выставляем, значит, хутор небольшой. Там будет такой курень. Это дом жилища казака, небольшое, да, стилизованное. Где будет, собственно, выставка оружия. Значит, Великой Отечественной войны экспонаты представлены. Будет, собственно, сам кулеш, да, разрекламированный. Это такая каша казачья с мясом. Да и шашлык, и баранина будут. Песни, танцы. Будут в национальных наших этнических костюмах девчонки ходить. Будут зазывалы. Да, ребята покажут нашу, значит, джигитовку. Конечно, не покажут. Погода сейчас не позволяет, да. Слышать мне будет тяжело. Но покажут рубку, фланкировку. Это владение шашкой. Привезем небольшой зоопарк с нашей фермы контактной. Кролики, козы. Даже кому-нибудь дадим подоить. Специально оставим на ночь недоиную. Так что будет весело, я думаю, приходите. Это будет около кинотеатра. А в котором часу? Мы начинаем, заступаем уже туда, где-то возле 11, будем точно. Ну, я знаю, что Феликс-то как раз завтра не присутствует на празднике. Он на родину, в Казань. Да, после прямого эфира еду в Татарстан, сразу в Казань, да. Завтра в 9 утра надо быть на татарстанском центре. Ну, там, наверное, тоже будет отмечаться этот праздник. Это уже будет весело. Да, конечно, конечно. Мы еще раз повторяем. Я еще раз. Вот мы каждый практически ездим куда-то отдыхать. И когда тебя спрашивают, ты кто? Ты всегда говоришь, ты русский. Ты на чужбине, ты русский. Русский, значит, россиянин. И, значит, все братья. То есть, сидя за столом, спрашиваешь просто, из какого ты города. А дальше ведь все неважно. В общем, мы завтра в прямом с Феликсом эфире будем находиться, используя современные технические средства связи. Друг другу поздравим, передадим приветы. А кто где родился, Феликс? Где вы родились? Я родился в городе Казань. Стас? Ну, город Москва. Да, но я очень часто и подолгу оставался жить в Краснодарском крае, станице Кущевское. Ну, я в Московской области родилась. Ну, это опять настрой. И все в разных местах родились. Я хотела бы продолжить тему опросом, который мы провели на улицах нашего города. Видное. А дальше уже поговорим на тему сюжета. Мы живем в большой стране с богатой историей. Ее населяет множество национальностей. Мы все очень разные. Нас отличает и культура, и религия. Но есть одно, что объединяет таких непохожих друг на друга людей. Наш дом – Россия. Мы все, как говорится, братья, покроем. Все единые, как говорится. И что делить здесь все это, кто тот, тот, тот. Я сам вот не знаю, сколько во мне крови. Я считаю, что я сын разных народов. Ну, у нас никогда в школах и везде кругом не было того, что ты еврейка, ты казах, ты там таджик, ты узбек или еще кто-то. Почему сейчас делят? Зачем? Люди хотят жить дружно, мирно. Не хотят войны, хотят, чтобы все народы на нашей стране жили дружно. Не было национальной вражды. Любить друг друга, относиться по-человечески, быть добрым. Мы разучились это делать. Мне, например, все одинаковы. Что русский, что там вот таджик идет. Ну, какая разница? Что для вас значит единство нас, народов, многонаселяющих страну? Ну, когда нет конфликтов национальных, когда дружат все и не разделяют по нации. Когда все вместе. Что еще может значить единство? Все были вместе, все сплоченные, дружные. Все друг друга любили, уважали. Когда народ дружит друг с другом, не ущемляет в правах друг друга. Если он един, значит, есть сплоченность. В преддверии Дня народного единства мы предложили видновчанам поприветствовать друг друга на языках народов, населяющих нашу необъятную страну. Анюх Асимника. Это по-корейски. Здравствуйте. Добрый день по-белорусски. Айсалам алейкум. Парев дзет. Это по-армянски. Добрый день по-жигански, да? Шалом. Салам алейкум. Етык по-чукотски. Сал-лом по-узбекски. Кун-пултар по-чувашки. Байрай по-осетински. Здравствуйте. На каких бы языках мы ни говорили, мы всегда будем единой большой семьей. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошлева. Видно ТВ. Феликс, мы вот говорим со Стасом только на русском языке. Ну, хотели бы попросить после вот этого репортажа, чтобы вы по-татарски какое-нибудь поздравление... ...поздравление... здоровья, и чтобы люди видели счастье своих детей. Очень хорошие слова. Даже у нас пауза такая возникла. Каждый подумал о своем, о своих детях, о своем счастье, которое бы он себе пожелал и своим близким. Давайте с вами еще подумаем на эту тему. Вот мы такие радужные, мы все вместе, мы об этом постоянно говорим. Нам нужен был этот праздник? Вот у нас этого праздника не было. Он всего лишь 11 лет. Я не знаю. Я из детства помню, конечно, больше день 7 ноября, красный день календаря, когда тоже все выходили на улицу. И народу действительно, я думаю, мое мнение, что этот праздник был необходим. Действительно, хорошие воспоминания. Шествия, парады, все с флажками. Это все здорово. Тот же самый Кулеш. К сожалению, наверное, тогда Кулеша еще здесь не было. Но, во всяком случае, мне кажется, что это, во-первых, хороший повод обратиться к истории государства российского. И такое хорошее напоминание нам всем, что мы живем в огромной, многонациональной стране. А мы раз едины, значит, мы не победим. Да, он вернулся, рада всей, умница такая, да. Скажите, если сравнивать, когда мы жили все в Советском Союзе, и кроме большой многонациональной России, еще в нашей стране были другие республики с разными национальностями, то что-то изменилось в нас по отношению, когда распался Советский Союз, к братьям нашим, которые, республики, те, которые откололись? Ну, здесь я, наверное, все-таки должен высказать, раз это прямой эфир, свое мнение. Существуют некоторые моменты, когда простому народу, который постоянно утром выходит на работу, вечером приходит с работы уставший, и некогда почитать, то есть они, скажем так, недограмотные. И они воспринимают информацию только ту, которую им несут радио, телевидение и газеты, которые не хватают на пути. И не всегда эти газеты, они не относятся выборочно к передачам каким-то. И поэтому здесь существует такой момент, какую информацию они получили. Ведь что посеешь, то и пожнешь. Если человеку попала какая-то радикальная, там, желтая пресса, с политически неграмотным автором, то, соответственно, это вот посеет ту семечко. А если она постоянно попадает? А если постоянно попадает, то так, да. Поэтому вот старое казачество, еще старое русское, ведь татары тоже были казаки, и казаки – это не обязательно православие. Казаками были и мусульмане, и они между собой как и дружили, так и воевали. Это все было, это история, это жизнь. Мы когда со Стасом встречаемся, мы всегда друг к другу, из истории какие-нибудь факты, а ты помнишь, вот наши предки, да. Друг другу припоминаем. Да, припоминаем. Не обвиняет вас? Нет, нет, нет. Когда вы друг к другу припоминаете, что делали ваши предки в 1380-м, к примеру. Нет, здесь у нас идет это все с юморком, потому что в итоге же мы цивилизованные люди, мы образованные люди, мы получили то образование, которое необходимо, и несем это, и взяли на себя ответственность, нести это до людей. Никакого радикализма. Абсолютно. Абсолютно. Все только с улыбкой. Дружба, почет и уважение. Да. Но ведь, тем не менее, встречаются такие люди. Встречаются. Да, и вот как раз на таких людях и надо делать акцент сразу, чтобы правильно люди смогли воспринять ту или иную информацию. Безусловно, сегодня... Взять ее под свое крыло, да, озаботиться. Вот ваши общественные организации, мне кажется, должны какую-то некую еще и профилактическую работу проводить. Мне кажется, она у него и у меня ведется. Нет, мы ведем эту профилактическую работу. Также я являюсь членом попечительского совета духовного управления мусульман Московской области. Вот. И скажу то, что и органы различные... Различные органы были переданы люди, в том числе вот с помощью наших организаций, которые имеют к этому... Вы знаете, люди в прямой эфир звонят, почему-то нас не соединяют, но вопросы вот у меня написаны. От Виктора вопрос вам, Феликс. Как в татарском сообществе относятся к женщинам? Вот дословно. С уважением, с любовью, с требованиями, с определенными требованиями. То есть, ну, как и везде. Что мы, что казаки, мы всегда учим, что папа должен ложку первую взять, да. Если папа не самый старший в доме, то самый старший в доме должен взять первую ложку. И здесь то же самое. Женщина в этот момент смотрит и, как бы, проводит первую воспитательную работу. И это абсолютно правильно. Да. Должен быть патриархат. Должен быть патриархат. Это основа семейного благополучия. Ну, это тема для другой передачи, поэтому мы не будем сейчас развивать ее. Мы же смотрим, что нас объединяет. Конечно. У меня вопрос и для вас, Станислав. Станислав, я родился тоже на Кубани, но не знаю, были ли мои предки казаком. Могу ли я себя считать казаком? Вот спрашивает Павел. Здесь такая неправильная позиция. Могу ли я считать себя или не считать себя казаком? Казаком нужно быть, прежде всего. Это и внутреннее, и внешнее содержание человека, который себя хочет отнести к казачеству. Конечно, наверное, правильно сказать, что казак – это человек с казачьей родословной. То есть, предки были казаками. И на сегодняшний день очень сложно многим установить вот эту линию, покопаться в архивах, практически ничего не найдешь сейчас. Но есть повод, где можно себя проявить как казак. И как раз это, я считаю, хороший есть повод проявить в обществе, в том же казачьем нас, в видном, пожалуйста, можно прийти к нам. Мы сами готовы покопаться в человеке и посмотреть, кем он на самом деле является. Если он действительно казак, значит, так же будет нести бремя ответственности, как и мы. Нет, понимаете, вот я хочу добавить. Просто мы со Стасом сколько общаемся, как казаки могут себя немножечко басурманами почувствовать, так и басурмане могут себя немножечко казаками почувствовать. Потому что у нас есть любовь к лошадям. У нас у кого-то шашки, у кого-то ятаганы. То есть это практически одно и то же, просто формы разные. И здесь либо есть оно в душе, либо его нет. Хорошо. Кстати, у нас звонок. Здравствуйте. Представьтесь. Николай меня зовут. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Задавайте свой вопрос. Да, к Станиславу Радченко вопрос бы хотел. Да, все в ваших руках задавайте. Здравствуйте, Станислав. Вот у вас там я побывал, там очень прекрасно. Скажите, ну у вас был, правда, год и полтора назад, там дороги как построили, к вашей территории, где казачество находится? Это про дороги вы спрашиваете? Ну, где Белевутово. Ну, конечно, и мы в том числе этим занимаемся. Если где-то что-то не доделают, то в ближайшем будущем это будет сделано. Приезжайте. Николай, можно мне вопрос вам? А что для вас День народного единства? Для меня День народного единства – это общность, дружба, хорошее взаимоотношение между всеми народами. Ну, в общем-то, чем должно заниматься там сообщество, в общем, всех людей, друг друга уважать, ценить. За этим будущее. Спасибо за ответ. Мы продолжаем вопросы озвучивать, которые поступили к нам. И они опять к Станиславу. Может ли видно, сказать, казачество организовать рейды по магазинам, где незаконно торгуют алкоголем? Марина Сергеевна обратилась к вам. Ну, мы стараемся участвовать в различных рейдах. У нас даже заключены соглашения и с администрацией, и с 6-м отделом ФСКН по Московской области, 6-й службы. И рейды проводились как раз в наркопритонах. И такая серьезная работа. Это можно отдельно целую передачу этому посвятить. Но вот что касается по магазинам рейдов, я бы не считал это нужным делать. Есть уже, кстати, у нас есть примеры общественников, которые этим занимаются, есть проекты. И мы немножко другим все-таки заняты. Я считаю, что не надо разбрасываться, пока рано нам по магазинам ходить с рейдами. Вы сейчас сказали о проектах. Буквально вчера были названы победители конкурса проектов «Наша Подмосковья». И я знаю, что, Станислав, у вас есть премия. Нет, у нас даже две премии. Ну, рассказывайте. К сожалению, в этом году мы чисто казачью премию не взяли, именно как видновское станичное казачье общество. Но наши казаки, мой заместитель, это Владимир Ивлев, руководитель ВПЦ «Застава». Вот он взял премию. Он очень долго занимается уже со своими воспитанниками поиском и перезахранением останков погибших солдат во время Великой Отечественной войны. Собственно, вот он проект этот готовил. Я знаю, сколько сил он потратил. Мы стараемся ему помогать. И вторую премию, ну, это тоже, так сказать, тоже мой близкий, мой партнер по адвокатскому бюро. Мы занимаемся вот в том числе адвокатурой. Взяли мы премию «Бесплатная юридическая помощь». Мы четыре года совместно с Уполномоченным по правам человека в районе занимаемся оказанием бесплатных юридических консультаций. Ходим в суды, готовим для людей документы, стараемся как, так сказать, правовые знания в массы давать. И спасибо, что нас оценили. Вот мы взяли премию. Феликс, вы, по-моему, в прошлом году тоже участвовали. Да, в прошлом году. И побеждали. Да, в прошлом году был диплом третьей степени. Но в этом году мы больше сил отдали уже в областную организацию и подготовили проекты в других муниципалитетах. И по нашей организации, по областной, у нас две вторые премии и шесть третьих премий в этом году. Прекрасно. Общественным организациям необходимы эти гранды для того, чтобы развивать проекты, которые вы инициируете. А у меня опять вопрос к Станиславу от наших телезрителей. Он немножечко с подковыркой. Не считаете ли вы, что казачество – это мода? Ну, так можно сказать о любом движении. В свое время, наверное, была мода на красные флаги, лозунги, матросы с патронташами. На сегодняшний день, мне кажется, что просто есть наиболее такие яркие общественные, в том числе, организации, которые привлекают внимание. И как раз, может быть, это своего рода тренд. И люди пытаются увидеть что-то в этом хорошее, исследовать этому. Наверное, это показатель как раз нашей деятельности, что слишком уже большой охват людей, которые о нас знают, которые, я надеюсь, мы снискали своими делами заслуженное, наверное, уважение, и которые хотят вступить в казачество, приезжать к нам. Мы только рады. Ну, вот я хотела бы продолжить этот вопрос и ваш ответ, и сказать, что если обращение к своим корням – это мода, то это хорошая мода, не правда ли? Хорошая мода, да. Нужная, да. Нет, я, наверное, даже приглашу этого человека завтра, пусть все-таки к 11 подойдет, казакам, и посмотрит этим людям в глаза, и, по-моему, вопрос сам по себе отвойдет. Модно это или просто от души идет у человека? Мое мнение, вот приходите. Феликс, мы с вами пока за бортом, потому что у нас все вопросы к Станиславу. Имеет ли право казак носить оружие, и какое интересуется Сергей? Ну, исторически так сложилось, что у казака нагайка и шашка – это неизменные атрибуты, собственно. Даже в песнях говорилось о шашке казака, о добром коне, но на сегодняшний день все-таки есть ряд указов президента, в том числе постановлений правительства, которые регулируют порядок ношения форменной одежды, порядок присвоения чинов, в том числе регулируют порядок ношения и возможность ношения холодного казачьего оружия. Если, соответственно, казачья организация, как наша, вступила в государственный реестр казачьих объединений, собственно, выдается удостоверение установленного образца. Это не мы выдаем, это выдает федеральная организация. И, соответственно, там прописывается номер, как охотничий билет, номер прописывается в этом билете, номер шашки. Вот единственное, наверное, такое, можно сказать, оружие. Но вообще оружие у казака, мне кажется, это душа. Поэтому с этого надо начинать. Феликс, и вам вопрос поступил. Как вы считаете, как мусульманин, нужна ли, видно, мечеть? Ведь нас здесь уже немало. Я, конечно, считаю, как мусульманин, то, что мечеть нужна. Каждый человек, если вы мусульманин, вы знаете, что пять раз в сутки необходимо молиться. Для этого не нужна мечеть. Мечеть в основном нужна для пятничной молитвы, для праздничных молитв, когда можно собраться вместе, и чтобы это все было законно. Поэтому, наверное, да, нужна. Еще опять же к вам вопрос. Был очень красивый и запоминающийся праздник на открытии центра. А будете ли вы еще устраивать такие праздники, интересуется? Да, будем, потому что и наша организация растет. Казакам уже 10 лет, нам всего годик, поэтому мы еще малышня, которая только научилась ходить. Казаки с праздниками не скупятся год по нескольку раз. Поэтому приходите, приходите, и со своей стороны не финансовую, нет, просто помощь душевную, и все будет, и будут праздники, будет много праздников. Вот так незаметно мы потихонечку с вами подошли к завершению нашего эфира, и я жду от каждого из вас какие-то добрые, душевные слова, обращенные к нашим телезрителям на тему праздника Дня народного единства. Вы знаете, наше вот единство, оно видно, да, вот мы с Астасовым выбирали книгу, и вот здесь есть такая книга «Лица России». И в этой книге разные национальности, люди разных национальностей, которые в жизни чего-то достигли, которые что-то сделали, вот, поэтому... Только вместе, да, можно достигнуть чего-либо в этой жизни. И не надо искать никаких подвохов, я считаю, и Феликс абсолютно прав, да, мы в единении, наша сила. Ну что, дарим эту книгу? А, так это нам книга! Ой, спасибо большое! Я думала, вы так же, знаете, как для антуража принесли, положили, вы нам ее отдаете. Ой, прекрасный подарок, спасибо! Ну, говори, наверное, что... Да что, в завершение, наверное, хотел бы еще раз напомнить, да, про наш завтрашний праздник. Очень жалко, что тебя завтра не будет. Я еще раз говорю, я с тобой, да, свяжусь обязательно. Вот, всех приглашаем к Искре, будем рады всех видеть. Завтра 100%, несмотря на любую погоду, ни на дождь, ни на снег, смотреть не будем, будем веселиться, праздновать. Будет весело, да. Да, праздновать этот праздник. Я думаю, приходите, будет весело. Вот так вот, на едином дыхании, перефразирую, прошел наш эфир, и также все мы с вами едины, чем мы очень сильно гордимся. С наступающим праздником, и завтра обязательно встретимся около кинотеатра Искры. Всего доброго! Всего доброго! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова